Следующий доклад Натальи Васильевны Корниевенко «Опыт комментарий фантастических сюжетов в прозе Андрея Платонова первого советского десятилетия, русской деприволюционной эпохи и фантастики». Вот сейчас как раз это более чем актуально. Да, я как-то с Михайловной тоже стала смотреть, что пишут о фантастическом словаре и в литературной энциклопедии, поняла, что это никуда не годится, ничего не объясняет. Ничего не будет. Да, такая эклектика. Все-таки лучшее я нашла с Далем далеко. «Несбыточный бред, разгул необужданной думки». Вот это, наверное, очень подходит к фантазиям Платонова, потому что они совмещают в себе вещи из разных, можно сказать, традиции от сказки, он писал, начиная первое его произведение, это сказки и фантазии, и заканчивал свою жизнь, 49-50 год, когда он пишет цикл сказок и пишет, наверное, сверхфантастическую пьесу «Ноев Ковчег» или «Кайново отродье» в такой мировой челенгурс «Центром в Америке». Текст, надо сказать, не был опубликован тогда, хотя антиамериканская тема в 50-м году очень поддерживалась. Он взял совершенно, как мы знаем, реалистический сюжет, но, как всегда, у Платонова получилось то, что, как говорил Дорький, то, что граничит с мрачным бредом. Вот моя тема, я очень много писала о фантастических сюжетах, пытаясь понять разные составляющие их, и символическую, и современную, и попытку модификации этих сюжетов, которые прошли фантастически, через все творчество. Сейчас, поэтому я не буду говорить о том, о чем я действительно много писала. Сейчас меня интересует другая тема, как раз то, что мы не можем взять при комментировании у Платонова. Скажем, я буду говорить о 20-х в основном годах, но, скажем, Платонов создал фантастические циклы и рассказы. Написал фантастическую повесть «Сефирный практ», но ее не опубликовали. В том, что, конечно, можно говорить о текущей моменте, 26-27 год, это уже закат научной фантастики, но я думаю, что не только поэтому. И попытки его, скажем, в 30-е годы он пишет такие же фантастические эссе, я их называю, с помощью термина Александра Богдана, некий такой философский эксперимент. Это то, что вот его понятие было в лекциях про литарскую культуру, типа о первой социалистической трагедии, где он опять пишет об апокалиптичности тезиса «Техника решает все». И, в общем, его доводит фактически, опять же, до конца света, о котором на проекте на апокалипсисе такая составляющая не только Платонова, но и, пожалуй, всей прозы первых двух десятилетий. Я вынесла как бы в подзаголовок «Быт революционной эпохи или фантастика». Для меня очень важно как бы реконструировать ситуацию литературную, описать в 20-х годах те полемники, которые шли, на которые Платонов, конечно, отреагировал. Не только Платонов, но, как в этой аудитории не надо говорить, о том, что обращение к фантастики, фантастический бум первой половины 20-х годов, это как общее. Создаётся то, что Андрей Белый, который не принимал советскую фантастику, писал о том, что создаются портативные нейтральные формы, а они ничего не дают для литературы. Это ещё один средство, как раз с точки зрения Белого, очень редко привлекают во взгляде на фантастику 20-х годов. Но я начну как бы с двух текстов весёлых, которые предполагают комментирование. Я посмотрела, комментарий не нашла. Один текст 25-го года – это Зошенко, который фактически очень точно описывает ситуацию с фантастическим в прозе 20-х годов. Ну, не читаю, называю. Читатель пошёл какой-то отчаянный. Ему, видите ли, в книге охота увидеть такой стремительный полёт фантазии. Эдакий сюжет, чёрт знает какой. Где же всё это взять? Где же взять этот стремительный полёт фантазии, если российская действительность не такая? А что до революции, то опять тут запятая. А попробую её написать. Скажут неверно. Идеология скажет нет, где какая. Эх, уважаемый читатель, беда, как неинтересно быть русским писателем. Иностранец тот напишет, ему как с бусер вода. Он тебе и про Луну напишет, и стремительность фантазии пустит, и про диких зверей наплетёт, и на Луну своего героя пошлёт в каком-нибудь ядре. И ничего, а попробуй у нас. Например, нашего техника Курицина Бориса Петровича послать на Луну. Засмеют, оскорбятся. И расскажут нам на плёт собака. Вот, пишешь с полным сознанием свои отсталости. Гениальность. Очень, как понимаешь, страшная ночь. В ходе сентиментальная эсцепла сентиментальная. Страшная месть нам Гоголя здесь оттуда, и без романтической фантастики. Но, конечно, этот фрагмент текса нужно обстоятельно комментировать. Здесь все составляющие того бума фантастического, который приходится на первую половину 20-го века. То, что фантастика решала проблему массового читателя. Но это и государство так решило. Была максимальная поддержка фантастической литературы. Почему? Это ещё отдельная тема. Конечно, фантастика должна была заменить сказку для детей. Об этом откровенно писали, потому что с 20-го года все сказки из детских библиотек были изняты. Сказка была запрещена. Если в дневнике, скажем, Чурковского, там видно, он пишет, сказки не надо взять, надо фантастическое употребить. И, скажем, фантастика ориентировалась плюс на молодёжную аудиторию, на массовую читатель, которая будет её читать. Это тоже, в общем, непростая ситуация. Дальше, конечно, сюжет. Сюжет. Ну, сюжет, это, естественно, революционный поворот, эпоха была революционная, по сути, который предложили теоретики концепции сюжетной революции. Сиропионы его разрабатывали активно след за Лунцем. А Слонимский, мне Михаилом Слонимский, который много писал про идеологию и сюжет. Ещё один момент. Конечно, меня здесь, конечно, фантастика в 20-е годы, откуда её такая мощная государственная поддержка, она и предполагала преодоление русской литературы. В 20-е годы никак не могли решить, что делать с русской классикой. Только где-то в конце десятилетия определились. Почему? Или у неё контрреволюционное содержание – это позиция на Кустовцев. Контрреволюционная форма – это позиция Лефа, как вы их учите, формалистов. Контрреволюционная форма – это психологизм, это бытописательство. И вот здесь начинается огромная полемика, которая идёт в 20-е годы. Между критиками, они участвуют практически все, и Зощенко её точно фактически описал. Это путь бытописательства или преодоления бытописательства. Фантастика рассматривалась как форма преодоления русского быта. И почему? Потому что вообще, если смотреть, и вот здесь, где появляются Платонов, Зощенко, Булгаков, если мы посмотрим фантастические произведения в 20-е годы. Татьяна Михайловна выделила изобретение. Я тоже попыталась изобретение. Я эту макулатуру прочитала. Её так много в 20-е годы. Это аэробилии, это подземные поезда, это лучи смерти, это реактивные снаряды и много-много, ну, и другие. Причём проза это всё взяла для описания будущего. Мы знаем только малый набор текстов того времени и было значительно больше. Скажем, первомайский сон, скажем, Кириллова, где описывается 54-й год, наступившее коммунистическое будущее. Это рассказ 19-го года, если учесть, ещё мы занятия на ней напишем. Там всё есть до питания, до подземных дорог. И о том, что, в общем, это их дома. Конечно, проза, в силу того, что дом был упразднён, в 20-е годы фантастическая проза, она упорно описывает фантастические дома будущего. Ну, дом упразднён, я об этом, может быть, скажу, потому что, в общем, шла культурная революция, шла борьба за новый быт, который как раз и не предполагала нового быта. Ну, различный реактивный, скажем, душ, который позволяет, чтобы человек не спал, в романах Акулова появляется, да? Ну, таблетки от сна в экрите появляются. И, конечно, количество изобретений, ну, я не говорю о межпланетных путешествиях. Во-первых, эта литература не только, скажем, книги, много изданий книг Перельмана «Межзвёздные путешествия» идёт, ну, понятно, там Циолковский, это всё спускается на низовой уровень. Вот то, что мы часто не брали. То есть это всё печатается, скажем, в журналах «Наука» и «Странауки», популярный журнал об изобретателях и науках массы. Было даже общество такое, поддержки науки, ну, как было общество друзей радио, общество друзей кино, так и было общество друзей науки. Очень мощный спикс изобретательства и государственная поддержка, даже, я бы сказала, изобретательства. Платон добавляет к этому спиксу свои изобретения. Ну, резонатор-трансформатор, которым заняты его герои, начиная с 21-го года и до конца жизни. Причём, в чём специфика его, мне думается, это видно по тому, как проза быстро ушла от фантастических изобретений, это всё не его технические изобретения. Специфика его была то, что всё-таки научная фантастика и вообще все картины будущего, я бы сказала, которые пишут, что их пишут в эмиграции, скажем, Красновка, да, что здесь, там правая писали, эмигра, будущее, везде в будущем обязательно царство техники. Обязательно техника, которая помогает решить мировую проблему, господство, техника, которая поможет победе мировой революции, установлению мирового государства. Конечно, всё, такая фантастика подпитывалась той идеей, под знаком которой идеология 20-х годов выстраивалась. Это идея мировой революции, осуждённая в конце 21-го года, 5-го года, как идея перманентной революции Троцкого. Во многом фантастическая массовая фантастика 20-х годов, первой половины, она будет сдана в архив, или где-то переписана, потому что она вся завязана на этой политическом комплексе. Описание мировой гражданской войны, на чём сюжеты большинства произведений ставят, вот как массы сталкиваются, там Америка, Европа и Советская Россия. Естественно, у кого лучшее изобретение, кто лучше газ выдумает какой, тот и победит. Вот это как бы сюжет, техника решает всё, он проходит здесь. У Платонова вот к изобретениям резонатора, вот этот трансформатор, это все причём изобретения в просьбе 20-х годов, они все имеют реальную почву. Практически мы у всех изобретений Платонова или фантастических сюжетов нашли конкретные материалы в периодике 20-х годов. Он в этом смысле ничего не выдумал. Но Платонов сразу с фантастикой, с фантастической, начиная с Маркуна, начинает писать быт. И вот это столкновение быта и как бытия, и фантастики как бытия, тоже определённая такая вероятностная картина научных мира, это как бы Платонов прорастить научный проект до такого его эпических, даже метафизических, можно сказать, глубин, и фактически каждой реальности, каждая реальность, каждая деталь у него в таком, я бы сказала, фантастическом измерении. Второй момент, который, вот когда мы берём вот этот пласт массовой фантастики, то мы, в общем-то, должны прекрасно понимать, что вот её всплеска были не только политические, но, конечно, были и научные предпосылки, особенно в Советской России. Всё-таки вся фантастика, она живёт идеей цивилизационного слома, который особенно отрефлектирован был в 22-м году, отсюда всплеск именно с этого времени, поздней публикации, она вышла позже, но они все знали заката Европы Шпенглера. Вот такой Шпенглеризм, а по Шпенглеру культура и цивилизация. Цивилизация – это, конечно, Америка, это техника, это изобретательство. Как помните, Шпенглер не в этой книге, а в других известных отводил литературу одну. Он считал, что литература может только существовать в форме гротеска, потому что есть органическая культура, есть и органическая. И вот когда я первый раз комментировала этот сюжет истории Аюны, древней экспедиции, древней цивилизации, которая как метатекст существует в фантастической области, то я сразу писала Шпенглера, как бы увидеть, потому что в основании этого сюжета фантастического лежала статья о Шпенглере. Он её просто переписал, заменив фантастическими именами. Я ошиблась, потому что у историков этой статьи оказался не Шпенглер, а сборник Шпенглера, а Шпенглер русских философов 1922 года, Платона в прямом смысле вогнал своей фантазией в этот сюжет. Конечно, что в этой фантастике 20-х годов, при всех её фантазиях и ведениях в будущее, это, конечно, рациональная фантастика, она ориентируется на науку, и там нет тех примет русской культуры, которые составляют основание русского романа. Платонов, конечно, во всех своих фантастических вещах он начинает, пишет фантастику и одновременно проводит то, что я называю деконструкция фантастических сюжетов современной прозы. Вот эту деконструкцию уловить наиболее интересно. При комментировании, с чего начинается самый фантастический и его роман «Черенгур», с того, что мы всё знаем вокруг «Черенгура», все летели текут реальные, а «Черенгура» на карте мы не можем найти. Как раз она начинается с фантастического изобретения, которое пишется во многом в такой оппозиции изобретения научной фантастики. Вы помните, что Захар Павлович тоже занимается изобретением, он делает деревянную сковородку. Вот сковородка деревянная, она никакой пользы не приносит. Идёт такая жёсткая платоновская аттестация фантастике на коммунистическую тему, но она есть утешение, по сути дела, его души. И позже, в 30-е годы, фантастическое изобретение его героя «Кружка с откидным дном». Она приведёт в бешенство советскую критику. И, в общем, они правильно понимали, как говорил на первом съезде Голодков, нужно умно мечтать. А это не умно. Вот я бы сказала, фантастика 19-го года – это умно мечтающая фантастика. Она такая рациональная, да, фантастический сюжет, да, фантастические изобретения, но, в принципе, она, конечно, я бы сказала, если её вытащить сегодня и многие вещи переиздать, Татьяна Михайловна там все узнает настоящее сегодня, вплоть до институтов питания, пищи и прочих других вещей. Вот этот замес, конечно, Платонова на том, что вот это противопоставление в критике бытописания или фантастика – это как раз Платонов и эту оппозицию, а она очень много организует в процессе, и в критике того времени он её снимает, как бы сводя фантастическое и бытовое вместе. И для комментариев важно найти, во-первых, реалии, и мы их много находим, и, во-вторых, понять литературный контекст, что значительно сложнее, потому что контекст даёт такую свою оптику видения текста. Только ещё один пример, вот как бы, можно сказать, рабочего стола, ну, фантастический сюжет в Челенгуре, он и даётся, он и вводится так, как и реальный, и челенгурцы его разгадывают. Это Бак, Катича, с Экватором, буржуйка, с сыном они вот поёт песню, и приводится песня, и она поёт. И там же в тексте попытка дать такую реалистическую мотивировку, да, один герой говорит, а это вот Бак с завода, да, вот мужики его там угнали, ну, что вот это за реалии быта? Литературный контекст, как бы я попыталась даже доказать, там это, по-моему, почти откровенно, это Ахматорско-Гумилёвский сюжет, который Платонов хорошо знал, буржуйка, боющая с сыном, плюс почти проекция её одной из парен по любви, и там соответствующая песня, которую поёт буржуйка. И, естественно, о невалентности отношения к Ахматовой вплоть до 25-го года, когда там и пролетают дискуссии, они о ней пишут всё. Но мне казалось, ну, как бы, это литературный подтекст, который даёт измерение ситуации, тем более они хотят слушать песни, да, ну, как-то тот же Осинский писал коммунист и зам, один из наркомов, заместитель наркома земледелия, что вообще хорошие песни Ахматова пишет, и пусть пролетариат их читает. А Платонов, очень следивший за литературным ситуациям, он вкладывает несколько слоёв содержания, но каково же было наше удивление, что нам всё-таки эту сказочную бочку всё-таки удалось найти, да, но она действительно сказочная бочка, вот последнее, что было обнаружено в материалах, что фактически это в Воронежской чрезвычайке одна из пыток, который испытывалось, это была бочка, набитая гвоздями, и в неё бросали, и то, откуда, то есть вот в челенгурской, можно сказать, и реальности практически нет нереальных литературных, это один из них, и Платонов в этом смысле неслучайно жёстко оппонировал всех советской литературе, с первым, это последний шаг. И сегодня мы очень знаем вот жёстко эти материалы, когда он говорил о том, что советская литература это великая глухая, да, она хочет писать идеал, вот на газе 50-го, создавала коммунистический идеал, а идеалами знают задние строители, массы, да, и вот этот спуск на этот уровень, конечно, он создает абсолютную достоверность, глубину, я бы сказала, космическую глубину платоновского образа. А научная ещё, конечно, это ещё отдельная тема, в которой Платонов и научная мысль в 10-20-х годах, Платонов и Энштейн, Платонов и Пантер, Платонов энергетические концепции, то, что опять гуляет в фантастической просьбе, но я бы сказала, на уровне не образном, а эмблематическом. У Платонов фантастику прорачивает в образ. Мне думается, здесь он и достигает тех глубин такого видимого-невидимого, где фантастическое, где не фантастическое. Кресты, которые нарисованы на домах в Челенгуре и достояли до лета, это фантастическое или не фантастическое? А в тексте подается как фантастическое, их же должны дожди смыть, дожди не смыли, дом, которого они боятся. И, конечно, Платонова не понять без одной вещи. Конечно, идеологии НЭФа. Вещь, которая с трудом, и ее не любят конструировать, реконструировать, но мы, как комментаторы, обязаны ее описать. Это фактически та идея культурного новаторства и культурной революции, которая была заложена в концепцию борьбы за новый быт, и которых где-то крах дала в 1927 году. И здесь, скажем, можно сказать, даже платоновское, самое фантастическое произведение, одно, это антисексус. Вот что такое аппарат антисексус? Конечно, мы его так и не нашли. Он из тех же изобретений, как таблетки от сна, все-таки не нашли, но мы нашли мотивы, то, что послужило источником его, это, конечно, пик 26-го года обсуждения третьего декрета о браке, и вообще, вот как бы, разрешение темы Полов и Розанов, и весь набор вот этих проблематики, но все-таки, вот даже это фантастический его аппарат. И, конечно, сексуальная революция, объявленная в 20-е годы в рамках концепции «Я заканчиваю борьбы за новый быт». Она, конечно, здесь с этим аппаратом антисексус столь же фантастическим, сколь и реальным, если брать пространство культуры. И последнее, вот в качестве примечания. Когда антисексус в 88-м, я вот часто рассказываю эпизод, мне кажется, он самым удивительным, когда антисексус в 88-м году опубликовали впервые, вот, Андрей Георгий писал предисловие, как и положено, писал, вот ключика мы к антисексусу не нашли, вот много ключей, но не открывали. Он написал, что это большая выдумка платоновская, хотя все комментарии были снабжены, там много реальности. Причем реальности литературного быта, низовой культуры и массового быта. Но каково же было удивление. В 89-м году в Новый Мир приходит письмо. У нас началась тогда сексуальная революция. Вы помните, мы ее все и нам ее объясняли. Да, сексуальная революция. Ну, она примерно того же масштаба, что и сексуальная революция 20-х годов, которая платона в Челесуре описала. Она фантастически, кажется, она абсолютно верна. Вот. Это пришло письмо от старого человека. У меня и, значит, пришло письмо в министерство. Еще тогда о том, что, вот, прочитал читатель, рассказывается сексу с Новым Миром, о том, что изобретен аппарат. Пойти сексу, да? Что он старый человек, и он просит прислать ему это письмо с адресом совсем. Его передали в Новый Мир. А такая карточка тогда существовала. Сейчас уже несколько читателей не работают. Читатель не нужен, но и литература тоже читателю не нужна. Это другая ситуация. И они писали, вот, карточку читателей, и Елене Петровне Борисовой отдали это письмо вместе с карточками. Она подарила мне в архив это письмо фантастическое. Он говорит, я понимаю, что это, наверное, нет. Ну, пришлите мне этот аппарат для того, чтобы... Аппарат антисексу для восстановления сексуальной энергии у всех, у молодых и у стариков. Ну, так он называется. Так называли. Вот это пример из, можно сказать, такой фантасмагории и фантастики Платона. К телекору ее из литературы, понятно, там все теории. Конечно, научная фантастика последняя, чтобы я сказала. А, невозможен без А, то целой концепции. В основании концепции нового быта и нового человека стояла трудовая школа, которая исключала в 20-е годы гуманитарное и низовое образование. Этот руль что-то напоминает, как чтобы классика заблудиться, когда ее не давали. Гуманитарное образование и наука. Поэтому Платонов, как бы, вот, как напишет, мы скажем, он много выставится на эту тему. И открыто, и, скажем, в Черенгуре о двух типах логики. Вот старушки и ученого-изобретателя. Все. Простите за несколько минут. Прогрегали. Пожалуйста. У нас еще есть время, да, перерывы, да? Да, у нас еще минут 10. Я хотел немножко, кстати, задать вопрос по поводу вот социальной интерпретации, по поводу того, в какой степени это связано с такими веяниями наверху. Значит, моя рабочая гипотеза состоит в том, что уже последние годы жизни Ленина, ну, он, как вы знаете, уже довольно сильно болел в последние годы, по существу все-таки не было единой линии в верхах, и в частности по отношению к литературе. То есть, я конкретно по поводу вот линии Троцкого. Совершенно случайно я узнал, но поскольку здесь присутствует еще несколько специалистов по творчеству моего отца, и вы тоже теперь этим заинтересовались. Я должен вам сказать, что для меня это было открытием. Сейчас издали в РГГУ запись моих воспоминаний, и к ним РГГУ, ненависимо от меня, я в этом не участвовал, составило набор документов. И представьте, в этом наборе есть текст Сталина, 21-го года, вот эта поразительная дата, что нам необходимо создать организацию по культурному русскому наследию и во главе поставить не большевика, например, Всеволода Иванова. То есть, это время их знакомства по поводу десятка. Но поразительно время. То есть, то, что мы все говорим, что Сталин потом занимался реставрацией русской империи, русской идеи, юбилей Пушкина 37-го года, на самом деле задумывал он это уже в те годы. То есть, Сталин, по должности он еще совершенно ни при чем, по должности своей прибыли. По должности он на том нации. Он выдвигает русскую нацию, как ту, о которой не нужно забывать. Это как раз потрясающе, что в это время, находясь на этом посту, он занимается этим. Фамилией, оставить человека с такой хорошей фамилией. Да, и говорят, что это должен быть не большевик. Вот это очень интересно. То есть, на самом деле, и его последующий, казалось бы, необычайный интерес к Булгакову продолжает ту же линию. То есть, почему Дни Турбиных, любимая пьеса, почему он столько раз в нее ходил? Потому что это пьеса о том, как русские дворяне жаждали прихода русской армии. То есть, то, что в конце романа говорится, ведь там прямо, больно жаль, сказано, что это русские приходили с севера. И поэтому Турбиных были за то, чтобы русские пришли. То есть, на самом деле, была группа, которая для того времени, конечно, воспринималась как странным образом русская. И дружба Бухарина, которой я вот последнее время занимался, поэтому отчасти это под влиянием тех документов о Бухарине, которые становятся известными. Дружба Бухарина со Сталином, конечно, связана с этим же. И люди, как Куйбышев и Киров, потом против Сталина выступившие, входили в эту группу. Эта русская группа очень рано сформировалась. Идея социализма в одной стране по существу формируется уже при жизни Ленина, а союз Зиновьева и Каменева со Сталином на время это отсрачивает. То есть я, иначе говоря, думаю, что мы должны для этого времени реконструировать несколько групп в Дрехах, и у каждой есть своя программа. Но у меня это даже на уровне концептуального, здесь у каждого, каждый в интерпретации выбирает свою генерализующую лень. Меня интересует, как комментатор, я исхожу из текущего, как говорит Блатонов, текущий момент. Он и момент, и течет. А там, если реконструировать сегодня и с документами архива, с документами периодики, не забой, не только то, что вот у вас, то, конечно, если в культурной политике мы имеем период, я бы там написала, что будет работа сейчас в Америке по критике, мы имеем культурную политику, ведь руководил в это время Троцкий, Ленин не руководил фактически. Ну, что означало в то время руководство культурной политики? Это совсем не то, что в последующей годе. Ну, это кремлевское критико, это явление, которое сформировалось по нескому выражению, а шоковку время. Ну, понимаете, я ведь помню, что мой отец и Федин говорили о Воронском. Они говорили, что Воронского пригласил Ленина, сказал купите молодую русскую литературу, вот вам деньги. И он эти деньги привез в портфель, и это было его двое, как и не стыдно. Он должен был их купить, но они покупали русскую реалистическую литературу, абсолютно не давая никаких заданий по поводу фантастик. Да вы что, вы что. О фантастике писал Бухарин. Руководителя гослиста выходят романы фантастические Шагинян. То есть там на кассе, потом существовала серия. Она так называла дешевая библиотека фантастики, приключений и краеведения. Они никогда не печатают с краеведа, потому что краеведа быстро, с 25-го года начинает их отправлять на салатки, но фантастика – это еще один слой. Нет, я с этим не спорю, я только думаю, что это одна из линий, что это не единая линия, а одна из многих. Конечно. Борьба же шла, внутрипартийная борьба. С 21-го, 27-х годов. Она продолжалась до ноября 29-го года. На самом деле она продолжалась до 39-го года, до открытия литературного критика, потому что, специалист по Платонова, но все-таки литературный критик пытался продолжить на каком-то уровне эту борьбу до конца. То есть это была последняя группа марксистов, которые не сдавались. Там среди марксистов шла дискуссия, и по поводу фантастического у марксистов была тоже очень разная позиция. Была у Базарова фантастическая, известный марксист Богдановец, и у того же Богданова фантастика, они все являли себя марксистами, а что такое статьи, например, эссе «Теоретика производственничества» Орватова. Это вообще фантасмагорические вещи об искусстве будущего. Но он был лековец. Да, но он был пролик-культовец сначала, а потом он стал лековцем. Но это пролик-культовец, смыкающийся с футуризмом и лековцем. Может быть, деталь страшная, но характерная для нашей темы. Я знаю, что когда Арватов сошел с ума, деньги на то, чтобы дать ему домик, где бы он работал в сумасшедшем доме, дал Маяковский. И он, находясь в сумасшедшем доме, писал книгу о психоанализе Маяковского, которая частично сейчас издана, и которую Маяковский очень ценен считал, что нехорошим целью. Я думаю, что одно это... Что получил деньги для этого предварительно. Да, вот это все-таки поразительно, насколько абсурдно это. Это называется фантастика литературного быта. Это я молчу. Текст тот же Зощенко, о чем он пишет? Он пишет о литературном быте. Идеология или сюжет? Идеологии сложно тронуть. Вот о чем быть я имею в виду не реалистическую, такую слабую прозу. Я имею в виду тему революции, как они боялись вокруг нее файмили. Еще одна. Пожалуйста. Я не могу удержаться. По поводу кружки с отваливающимся дном. С откидным дном. Дело в том, что в 50-х годах мой прадед служил в Баку буровым мастером, впоследствии инженером. У него существует запатентованное изобретение, которое заключается в следующем. Я боюсь, не очень точно опишу технические подробности, но когда бурилась скважина, нужно было из нее извлечь отработанную породу. И прежде туда погружалось многометровое цилиндрическое ведро. Каким образом наполнялось, я не знаю. Вытаскивалось. И сложную заключало в том, чтобы его перевернуть и высыпать. И вот его как раз изобретение заключалось в том, что он придумал откидывающееся дно. Извлекался цилиндр. Вот я думаю, что Платона смогла знать. Да, да, знать, потому что у Платона ведь тоже патенты. Но изобретение, пожалуй, единственного писателя. Марк Микреля. Очень похоже, да. Потому что патентную библиотеку можно сходить в Москве и посмотреть изобретение Платона. Он изобретал с 21-го по 49-е годы письма академику Иоффе о физике и электротехнике. Это, да, как деревянные сковородки, я думаю, тоже существующее изобретение. Где-то он его услышал. Спасибо. Мне кажется, и в вашем докладе, и в моем представлении о Платоноге, действительно, приступает вот эта фантастика, решение каких-то задач фантастическим образом. Мне, например, кажется, что самое фантастическое его произведение – это «Счастливая Москва». Хороший. Да, но там нет ничего, да? Фантастическое. Как все, как героиня Москва. Вот именно то, что она счастливая, ну, если мы вспомним, да, все, да, 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 то это и есть фантастика. То есть это решение вот этих вот задач жизни фантастическим образом. Это я сейчас подумала после вашего доклада, потому что, в общем, все, что вы перечислили, и история, и фантастика, и то, что изобретение и так далее, у Платонова, и вдруг это перекрывается каким-то совершенно фантастическим стилем. фантастическим стилем, который направлен на то, что в этой жизни надо, строго говоря, надо выжить, но каким-то образом ее преобразовается. Он даже начинал роман писать, когда он начинал с акции. Да. Была акция объявлена в 1933 году, Москва пролит, Москва будущая. Вот он ее начал писать. Ну, а, скажем, идеи перманентной революции мирового коммунистов не осталось. Башко, который пишет трудящиеся всего мира, это, конечно, рецепция фантастического мирового сюжета. А там все реалистично и все вместе фантастично. Мне так кажется. Ну, и герой-изобретатель там тоже принято. А ее жизнь. А ее жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok